Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить за возможность представить наши результаты об изучении противоопухолевых препаратов на основе суицидных генов. Конфликт интересов отсутствует и в настоящее время не вызывает сомнений, что многие заболевания генетически детерминированы, а соответственно наиболее радикальным способом борьбы с ними явится введение генетического материала, который позволит ликвидировать возникшие нарушения. И в соответствии с этим задачами генной терапии является уничтожение причины заболевания путем целенаправленного введения генетического материала в аномально функционирующей клетке или придание клеткам новых функций путем введения генетического материала. В настоящее время существует множество генетических генотерапевтических конструкций, разработанных в силу бурного развития и молекулярной биологии, молекулярной генетики, биоинженерии. И основным эффекторным звеном этих сложных препаратов является терапевтический ген, который находится под регулирующими элементами промоутерами и сопряжен с системой доставки, которая обеспечивает поступление их в целевые клетки. Вот это бурное развитие направления генной терапии привело к тому, что в настоящее время количество инициированных протоколов клинических испытаний уже генных препаратов достигло 2000. И ежегодно порядка 150 протоколов инициируется во всем мире в различных областях медицины. Но, как мы видим, подавляющее все-таки большинство этих протоколов относится к онкологическим заболеваниям – более 60%. При этом для онкологии существует множество генетических конструкций, которые включают и гены супрессоры противоопухолевого роста, и гены ответственные за опаптос, суицидные гены, гены ответственные за стимуляцию противоопухолевого иммунитета, и антиангиогенные гены, то есть самые разнообразные механизмы воздействия используются в этих препаратах. Однако, несмотря на такое бурное развитие, в настоящее время всего 6 препаратов получили статус официальных во всем мире. Из них половина, три препарата относятся, опять же, к области онкологии. Два гендицин-анкорин, зарегистрированные в Китае для лечения опухоли головы и шеи. Один эмлиджик в Соединенных Штатах для меланомы. Два препарата для лечения моногенных заболеваний, зарегистрированных в Евросоюзе. И один препарат, неоваскулген, это российский препарат для лечения ишемии сосудов нижних конечностей. Вернемся к онкологии. И какие же причины такой недостаточной эффективности генной терапии, которые привели, несмотря на эти тысячные клинические испытания, всего к регистрации 6 препаратов? Ну, в общем, основным предположением является тот, что в основном препараты основаны на моногенных конструкциях. Мы прекрасно знаем, что злокачественные клетки обладают такими способностями поддерживать свою жизнедеятельность, что они легко находят альтернативные пути взамен заблокированных. И, соответственно, моногенная конструкция, которая направлена на какую-то определенную патогенетическую вмешение злокачественного роста, оказывается совершенно недостаточной. Также довольно сложно целенаправленно доставить эти препараты к необходимым клеткам-мишеням и недостаточной эффективности их проникновения в клетки и обеспечения экспрессии этих генов. Соответственно, исследователь, который стоит перед задачей разработки генотерапевтического препарата, сталкивается с необходимостью выбора, во-первых, наиболее эффективного сочетания терапевтических генов конструкции, во-вторых, системы доставки, которые в настоящее время подразделяются на два таких больших вида, вирусные и невирусные, и, конечно, промотора, то есть регулирующего элемента, который обеспечит эффективную экспрессию целевого гена в клетке. Вот наши коллеги из Института биорганической химии имени Шемекина и Овчинникова института молекулярной генетики и института биологии гена сконструировали такие бицестронные конструкции, которые легли в основу двух препаратов – антионкаран-М и антионкаран-Ф. Препарат антионкаран-Ф характеризуется наличием гена тимединкиназы вируса простого герпеса в сочетании с геном гранулоцитарно-макрофагального колонии стимулирующего фактора. В препарате Ф эффекторным геном является ген цитозин-дезаминазы и также в сочетании с ГМКСФ. Выбор вектора, то есть система доставки генетического материала является очень непростым, поскольку как вирусные, так и невирусные системы имеют свои преимущества и недостатки. Но надо сказать, что аденовирусы все-таки по-прежнему являются наиболее распространенными системами среди вирусных векторов, и они, конечно, обладают несомненным преимуществом, а именно высокой трансфицирующей эффективностью. Но невирусные системы в противоположности имеют большое преимущество в плане объема генетического материала, который они могут включить в себя. Они являются очень технологичными, и отсутствует у них инфекционность и низкая иммуногенность этих векторов, что является, конечно, преимуществом, поскольку аденовирусные векторы, безусловно, характеризуются иммуногенностью, что препятствует многократному их введению в организм. Более того, у большинства населения, как мы прекрасно знаем, существует, ну, уже имеются предсуществующие антитела к аденовирусу, который способствует их элиминации. Но зато, так сказать, невирусные системы имеют довольно низкую трансфицирующую способность и довольно короткое время экспрессии генов после трансфекции. Но вот все эти «за и против» были свешены нашими коллабораторами и все-таки остановились на невирусной системе доставки, а именно в локсополимерии, основным компонентом которого является полиэтилен и мин, содержащий высокий кептилонный заряд, и защищенный полиэтилен гликолем и соединенным таткептидом, способствующим вступлению в клинику и в конструкцию. Итак, я большее время уделю препарату «Альтилонкарам-М» с геном тимидин-киназом вируса простого герпеса и, в основном, немножко препарата «Эф», поскольку результаты в данных предметах «Альтилонкарам-М». Итак, препарат «Альтилонкарам-М» является генетический материал в виде плазмиды, соединенный с невирусной системой доставки. И вот образуется препарат, внедрение которого в клинику приводит к экспрессии генов и получению белков различной направленности. Ген тимидин-киназа, производящий фермент, фермент этот получил название «суицидного». И это название обусловлено тем, что этот ген, продуцирующий тимидин-киназу вируса простого герпеса, приводит к фосфорилированию введенного ганцикловира. Ганцикловир – это про лекарство, вообще говоря, противовирусный препарат. И происходит фосфорилирование домонофосфата ганцикловира, а затем уже внутриклеточные ферменты докаживают фосфорилирование с образованием трифосфата. Трифосфат является высокоактивным цитотоксическим агентом, который включается в ДНК делящейся клетки, прерывает синтез ДНК и, соответственно, приводит гиблиген. Более того, образующийся трифосфат способен выйти из клетки и помеж челевым контактам поступить в соседние опухолевые клетки и таким образом вызвать гибель существенно большего количества клеток, нежели количество транспекцированных. При этом параллельно происходит синтез и ДНКСС, который, как мы знаем, является высокоактивным цитотокином, обладающим множественными воздействиями на иммунокомпетитированные клетки и, соответственно, происходит и активация дозунных клеток созревания и активация ТВ-лимфоцитов. И далее покажу, что действительно этот цитотокин оказывает определенное влияние на противополевые клетки. В результате, соответственно, разработанного алгоритма исследования была характеризована эта конструкция по эффективности переноса генов и по уровню продукции целевого друга и по их биологическим действиям. И проведено доклиническое изучение. Оно немножко и не закончено, но остальная часть сделанных паркокинетиков и умения, пожалуй, изучена сейчас, а паркокинамика, безопасность, в целом, на их действиях акцилина, вполне хорошо. На различных опухолевых клетках как мыши, так и человека, и в культуре, и на опухолевых моделях имулива, и на опухолях национальных животных, и у иммунно-дефункциональных животных национальных органах по кухне человека, показана специфическая активность этой конструкции и безопасность. Надо сразу отметить, что ГМКСФ является виноспецифичным ДОКОМ, поэтому препарат содержит ген человеческого ГМКСФ, но изучать эту конструкцию только на юдах, конечно, очень сложно и дорого. Далее, поэтому были сделаны параллельно и конструкция с геном ГМКСФ мыши, и моногенные конструкции, которые позволили нам оценить вклад как тимиденгиназовирус простого геркеса, так и ГМКСФ в противополевых клеток. И в системе инвитро было показано, что действительно происходит активный синтез фермента, который в сочетании с ганцикловером приводит к цикотоксическому эффекту. Вот здесь представлены результаты моногизминфинической и акции на различных культурах опухолевых клеток меньшей человека, и видно, что прекрасно синтезируется этот фермент. А в сочетании с ганцикловером происходит гибель клеток в культуре, и чем она значительно зависит от гистогенеза, и наиболее внутреэффективна эта система оказалась в отношении опухоли сарковой мыши С-37, которая была в дальнейшем выбрана для отработки и системы для применения инвива и дальнейших исследований. Фармакокинетика уже инвива показала, что на уровне ДНК мы в метод МПЦР определяли эту конструкцию в опухоли в первичном очаге и в методатических лимфатических узлах. А также иммунистно-химически мы видим фермент в ткани опухоли, причем он появляется очень рано и очень активно уже на вторые сутки после трансферции клеток. По крайней мере, до десятых суток прослеживал его синтез, но вы видите, что концентрация, то есть количество все-таки снижается. И в методатическом узле также он присутствует. Фармакодинамика была изучена сначала, естественно, отопрена определенная схема, наиболее эффективная, спектр действия и в сочетании как монотерапии, так и в сочетании с консервативными методами. Техолостомопич, что все так дергается, но, тем не менее, путем многих вариаций различных введения в самой конструкции и введения препарата про лекарства, мы выявили, что наиболее эффективной является схема при трехкратном введении собственного генетического материала на фоне 15-дневного введения ганцеплавина. И противоуколевый эффект по торможению роста картичного очага достигал почти 90%, гибель уплевых клеток достигала 0,7%, гибель высокий процент, жесткий критерий эффективности, увеличение продолжительности жизни до района 70%, причем эффект сохранялся длительно, 14 дней после окончания лечения. То есть эта система была потом использована для оценки спектра противоопухолевого действия. Оценка вклада различных компонентов системы показала, что если моногенная конструкция, содержащая ген темединкиназа вируса простого герпеса, прекрасно ингибировала первичный очаг, то есть торможение роста опухоли почти было таким же, как при бецестронной конструкции, то моногенная конструкция, содержащая только ген ГМКСФ, довольно слабо, то есть практически не влияла на рост первичного очага. Он был почти как в контроле. В то же время частота метастазирования и объем лимфатических узлов, пораженных метастазами при введении моногенной конструкции с ГМКСФ существенно превышали таковую при введении моногенной конструкции с темединкиназой. То есть, в общем, было показано, что не зря была получена бецестронная конструкция. Спектр опухолей, изученных, показывает как мышиных опухолей, так и человеческих, что практически все опухоли были чувствительны к этой системе, за исключением, пожалуй, LLC. Но это такая очень жесткая система, которую трудно сдвинуть. При этом аналогичные результаты были получены для препарата антионкаран-Ф в сочетании с 5-фторцитозином, который превращался в 5-фторурацил под влиянием препарата цитозин-дозаминазы. Как понятно, C26 – это опухоль толстой кишки, чувствительная в 5-фторурацилу, и действительно тут наблюдался наибольший эффект. Поскольку известно из данных литературы, что генная терапия, в общем, недостаточно эффективна и существенно повышается ее эффективность при сочетании с другими консервативными методами лечения, мы тоже попробовали комбинировать генную терапию суицидную с лучевой терапией и с химиотерапией. Мы использовали систему, которая сама по себе не очень эффективна, то есть это введение только два раза генной конструкции и однократное облучение животных в дозе 5 гры. И вот эти неэффективные схемы привели в комбинации друг с другом к явному повышению синергизму действия. По формулам было понятно, что наблюдается именно синергизм действия генной и лучевой терапии. Это также наблюдалось и на системе с препаратом F и наблюдалось также при сочетании генной терапии с химиотерапией, как при сочетании с 5-фторурацилом, так и при сочетании с цесплатином на различных моделях. Оценка механизма действия показала, что значительно снижается методический индекс как инвитро, так и инвиво. Мы предполагаем, что согласуется с данными литературы, механизмом противоопухолевого действия является подавление пролиферативной активности опухолевых клеток. Эти оба препарата не проявили высокой токсичности при оценке общетоксических свойств, как острой, так и хронической токсичности, а некоторые эффекты были вполне обратимыми. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения этих препаратов с целью их продвижения в клиническую практику. А комплекс методических подходов, которые мы использовали при изучении, может быть использован при доклиническом изучении генно-терапевтических лекарственных препаратов подобного класса, который основан на экспрессии генов с последующей продукцией рекомендантных белков, именно терапевтических, в лечебных целях. Благодарю за внимание. Спасибо, Елена Романовна. Коллеги, вопросы? Да, пожалуйста, представьтесь. Юрий Андреевич, в связи с геннекологическим учениками, спасибо за очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы каким-то образом будете решать проблему специфичности вашего препарата, то есть система методичной доставки, может быть, ЦМВ-промотор заменить на какой-то другой промотор, который будет обладать именно к опухолевой ткани? Это, конечно, очень интересный и важный вопрос. Сейчас, пока мы решаем эту проблему внутриопухолевым введением конструкции. Тем самым, как бы, элиминируется проблема собственно адресной доставки. Там, конечно, происходит трансфекция не только опухолевых клеток, но и окружающих, просто за недостатком времени я тут не показывала, и окружающих иммунокомпетентных клеток и стромальных, там, в общем, естественно, трансфицируются все клетки. Это, на самом деле, наверное, не так плохо. Что касается промотора, то цитомигаловирусный промотор, он, конечно, совершенно не специфический, но он зато обеспечивает очень хорошую экспрессию генов. И поэтому пока, в общем, мы как-то не думали его менять, именно в силу того, что известно, что более специфические промоторы, они, на самом деле, теряют вот в такой вот длительности и эффективности потом экспрессии. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда вы проводили исследование, вы не отмечали побочные эффекты у животных, которых вы лечили? Например, активизация какой-то вторичной инфекции, либо бактериальной, либо, может быть, вирусной. Ну, мы, конечно, не могли отмечать. То есть вы имеете в виду саму тимиденкиназу? Нет? Нет. Ну, у нас животные были хорошие, с одной стороны. Вот, поэтому мы, конечно, никакой инфекции такой выраженной не отмечали. Но, более того, мы можем сказать, что животные очень легко и хорошо переносили это лечение, что было видно из многочисленных экспериментов по выявлению специфической активности, то есть фармакодинамических и фармакогенетических исследований, так и специальной оценки уже общетоксических свойств. Мы пока не проводили оценку специфической токсичности, но, во всяком случае, острая и хроническая токсичность не показала нам никаких, причем хроническую токсичность мы делали с патоморфологическим исследованием, никаких таких серьезных изменений или необратимых изменений не было. Ну, было показано, что некоторое влияние на почки было выявлено. Мы предполагаем, что прежде всего это на самом деле обусловлено именно носителем, потому что полиэтилен и минсам это довольно токсичное вещество, но защита полиэтиленгликолем сильно снижает токсичность. Можно вопрос тогда, Елена Романовна, а как по поводу антиметастатического действия в отношении отдаленного метастазирования? Вы знаете, ну, мы пока вот уж очень прицельно это не выясняли, но то, что я показывала по саркоме даже, там речь шла не только о паховых, например, лимфоузлах, которые, ну, близо расположены к месту введения опухолей и росту первичного очага, но и подмышечные лимфоузлы, которые далеко. Это были там совокупные данные по… А гематогенного не было у вас эксперимента? Нет, ну, саркома, она лимфогенная метастазирования. другие какие-то были. Нет, нет, пока. Ну, вот такого прицельного не было изучения. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо. Мы поговорим в кулуарах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...